Друзья, здравствуйте! С вами Владимир, бывалый путешественник. И напомню, что мы едем на кемпере по самым интересным местам Европы. Мы путешествуем с детьми и покажем вам очередное замечательное место. Итак, день третий нашего путешествия. Мы оказались недалеко от Кракова, это Польша, в городке Величко. Дело в том, что в 8 веке в небольшом городе Величко открылась соляная шахта. Сейчас соляные пещеры – это главная достопримечательность города. Местные жители обязательно вам будут советовать посетить это место. Оно также занесено в ЮНЕСКО, как особая достопримечательность человечества. Мы спустимся на глубину 130 метров под землю и насладимся красотой соляных пещер. Итак, третий день нашего путешествия. Поехали к новым приключениям. Ничего не меняется, что 15 лет назад, что сейчас, вот такое поле, и когда вы едете, вы еще не знаете, где вы запаркуетесь, но тут всякие пробки, вы понимаете, что, ну, будет проблема с парковкой. И вас зазывают, ребята, поставить кемпер здесь. И парковка кемпера нам обошла здесь примерно столько же, сколько отдать кемпер в сутки где-нибудь в живописном месте, а именно 50 злотых. Ну, это что-то в районе 12 евро примерно. Ну, у нас очень мало времени, мы в дороге провели больше, чем положено, потому что останавливались из-за маленьких детей, сами понимаете. Поэтому сейчас, каждая минута дорогая, нам надо попасть на экскурсию в Величке. Платим эти 12 евро за 3 часа парковки кемпера. И нам надо пройти примерно метров 500. Вот туда. Ну, пошли. Приедете сюда на целый день, потому что здесь гигантский парк, и здесь с детьми погулять можно, ну, порядка двух часов точно, на скидку есть, чтобы посмотреть. Но у нас, к сожалению, мало времени, поэтому мы бежим прямиком в соляную копалку. И так мы понимаем, когда мы путешествуем, и из неприятных вещей, вот, мне не понравилась эта табличка, смотрите, на разных языках экскурсия, на русском. Сейчас, когда вы смотрите, идет война, идет оккупация Украины, России, Россия является агрессором, и Европа и в деталях, и по факту немножко недовольна им этими событиями. Я сейчас не считал, я сбился, по второму разу буду считать, что сколько человек зашло, столько должно выйти отсюда. Это очень важно, чтобы ты вышел. Но другими словами, смотрите, экскурсию на русском языке мы не получим. Мы получим экскурсию на польском языке, и перед входом у нас есть такая табличка, как выглядит вообще соляная эта копия. Вот это самый интересный аттракцион, то есть мы заплатили семейный билет и спускаемся вниз. И сначала ты вроде бы идешь, и казалось бы, что буквально за этим поворотом все закончится. Но не только было. Девятый и другие, но прикол в том, что ты идешь, 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 и у тебя встают ноги. И ты просто берешь, и вот сюда за перила смотришь. Я когда посмотрел, что перила, я понял, что не надо этого делать, надо просто идти. Но голова немножко закружится, это точно, потому что идти, наверное, где-то полчаса, я думаю, у них точно нужно. Но маленькие дети, видите, они чувствуют себя прикольно, и им даже, наверное, это заставляет удовольствие. То есть дети шести лет спускаются самостоятельно и как-то даже развлекаются еще по дороге. Давай, давай, поспускаемся. И вот потом спускаетесь вот на этот ярус, и он уже последний. Скажем, тут довольно неплохая вентиляция. Здесь, ну, скажем, нормально дышится, и по дороге мы уже успели полизать немножко стены и поесть соль. Как на вкус? Вкусно. Но тут хочу заметить, что дети на этом этапе действительно возбуждены, им это приносит удовольствие. Экскурсия долгая, между прочим, но здесь они еще не устали. И мы попадаем вот в такое царство, подземелье, и видим количество дерева, просто сумасшедшее количество дерева. И, как нам говорил экскурсовод, в былые времена практически весь лес в округе был выпилен для того, чтобы он стоял в этих штольнях. Чтобы это все не обвалилось, нужно было дерево, и дерево, как видите, кругляк деловой, и поэтому в округе не было практически на 100 гектаров леса вообще. Он был полностью выпилен. Вот такой был нанесен природой, казалось бы, ущерб для того, чтобы сохранить вот эту достопримечательность. Ну что ж, наверное, немного цифр. Шахта-Величко имеет 9 уровней. Максимальная глубина составляет 327 метров под землей. Представляете, длина извиделистых коридоров свыше 300 километров. Вы только вдумайтесь, это город под землей 300 километров. Соль в верхних слоях из-за примеси глины зеленого цвета. Ниже соль содержит более чистую прозрачную соль, поэтому шахтеры периодически углубляются вниз. Но однако же не переживайте, туристы во время экскурсии не спускаются больше, чем на 3 уровня. То есть максимальная глубина для туристов это 135 метров, и проходя около 3 километров, примерно 2,5-3 часа. Представьте себе экскурсию на 3 часа. То есть когда у вас маленькие дети, вы должны это рассчитывать. Еще добавлю немножко цифр. Эти 3 часа экскурсии, это посещение не более 1% этого подземного города. Вы представляете, насколько это массивное сооружение? Если 1% посещения, это 3 часа непрерывной ходьбы по этим длиннющим коридорам и созерцания того, что вы видите на своих мониторах. А это великолепно. Стенд показывал, как ребята раньше ради светительных приборов использовали факела. И метан, который накапливается здесь, он рано или поздно взрывался. И мы сейчас испытали на себе силу взрыва. То есть взрывная волна, и эта же волна была и взрывной, и воздушной. Чтобы ты мог примерно ощутить, как это выглядит. В моменты экскурсии открытые места стен можно трогать и даже лизать эту соль, чтобы убедиться в истинной солености этих стен. Экскурсоводы даже шутят, что на одного туриста нельзя слизывать более 2 кг соли. Представляете? В коридорах шахты посетители постоянно видят восковые фигуры. Здесь их большое количество. Это, как правило, фигуры лошадей, фигуры самих тружеников. Вот здесь мы видим такую интересную инсталляцию. Дело в том, что по приказу короля, сами шахтеры не имели права жить дальше, чем 500 метров от шахты. Поэтому очень многие из них с семьями жили прямо в шахтах, не выходя. Здесь играли свадьбы, здесь люди жили, люди умирали. Это было ужасно. В 1640 году здесь случился пожар, который, представьте себе, длился целый год. Количество погибших людей здесь просто было невозможно сосчитать. Это был ужас какой-то. Разумеется, единственное, что в этом было страшного для короля, в том, что соль и тогда недополучила вся Европа, и соль поднялась в цене, и это был действительно большой ужас. Но представьте себе, что такое пожар на глубине 175 метров. Там, где нет воды, и это неприятные моменты. Но, тем не менее, была средневековая Европа, и количество погибших, конечно же, никто не считал. Постоянный смарат человеческих испражнений, отходов лошадей и отходов вообще жизнедеятельности стоял в коридорах. То есть вы понимаете, что люди справляли свою нужду, и животные прямо в этих коридорах, тут же игрались дети, тут же все жили, и тогда это не было столь романтично, как сейчас, и походило это действительно на какой-то ужас. Интересный факт, что для работы в соляных копиях брали больных коней, которые были не способны к работе в поле. То есть, когда лошадь уже свой ресурс доходила, сюда спускали лошадей, эти лошади практически всегда были в темноте, им на глаза одевали повязки, и они доживали свои годы здесь. Ладно, немного мрачности закончим, вы посмотрите, куда мы пришли, и это вот это шедевр человечества. Здесь на самом деле захватывает дух, аж ты приходишь в такой восторг. Это часовня Святой Книги, известная еще как Подземная Церковь. Это польская святыня, которая на протяжении более чем 100 лет служит церковью для сотрудников соляных шахт Велички. Ее создали в 1896 году по инициативе одного из шахтеров, Йозова Марковского. Она посвящена Святой Кунигу Левенгерской, это покровительница солидобытчиков. Часовная Святой Книги находится в самом середине маршрута, на глубине 101 метр под землей, длина церкви 54 метра на 18, высота 12 метров, одна из самых ярких элементов во внутреннем умбранстве является необычная люстра. Видим ее над вашей головой, она с таких самых красивых соляных кристаллов. Слева видим картину, смотрите, это Тайная Вечеря. Вообще, картинные, они такого балерьевного типа, очень-очень эпично выглядят. Здесь можно увидеть также памятник Иоанну Павлу Второму Папе Римскому. Картины Леонардо да Винчи, ну, Тайная Вечеря, которая была. И здесь хочется ходить, здесь необычайная акустика, и игра светотеней. Обратите на них внимание, и когда все это в купе ты смотришь, очень вам повезет, если вы окажетесь здесь с малой группой, и можете слышать свое дыхание. Это необычайная штука. Очень плохо, когда здесь более чем 30 человек, это не так эффектно. Но я здесь дважды, и у меня, что в первый раз, что сейчас необычные ощущения, и ты путешествуешь, да, ты не отдыхаешь, ты путешествуешь, и приехав сюда, ты заряжаешься какой-то необычной энергией, ты наслаждаешься теми шедеврами, которые никогда и нигде бы ты не увидел. И вот это, это творение рук человеческих, то, что это сделали, это настолько феноменально, настолько гениально, что я думаю, ты об этом помнить будешь очень долго. Это очень круто. Плохо то, что экскурсии заходят сюда такими группами, и каждые 15 минут ты должен менять локацию, потому что тебя подгоняет следующая группа. Вот это не очень, конечно, нравится, но, тем не менее, все хотят побывать здесь, это очень посещаемый маршрут, и вот мы передвигаемся такими группами, и это, наверное, не мешает нам, но хочется насладиться на отдельных участках побольше и подальше. Вообще, чтобы вы понимали, это одна часовня, наверное, самая эпичная, да, но вообще на территории этого комплекса было порядка 41 такой часовни. Вы представляете, 41 часовня в подземном городе. То есть масштабы здесь действительно настолько ошеломляют, что я говорю, три часа путешествия вот по этим туннелям, это всего лишь один процент маршрута. Вы представьте себе этот труд, скольки поколений. На территории этого комплекса есть гостиница, концертные залы, футбольные поля, здесь проводятся крупные мероприятия. Вот здесь мы как раз проходили, а здесь готовился концерт. То есть здесь есть концертные площадки, рестораны. Ну, это настоящий подземный город, по которому ты гуляешь, и такое ощущение, что то ты пришел в церковь, то ты пришел в отель, то ты пришел в музей. Вот, я говорил, 41 вот такая часовня, представьте себе. 41 часовня. Это на какое количество людей здесь было рассчитано, чтобы здесь 40 в одной часовне можно было молиться. Ну, напомню, 300 километров таких туннелей подземный город Величко. И побывать здесь нужно каждому. Это необычное ощущение. С маленькими детьми, у нас 5-6 лет детки, и 3 часа они утомились. Честно говоря, их хватило примерно на 1,5-2 часа. И опять же, ты не забывай, что ты под землей, здесь нет солнечных ориентиров, и ты находишься в таком вакууме, что ты не чувствуешь, как идет ритм времени. То есть ты можешь сюда зайти, и такое ощущение, что ты зашел на 10 минут, а пролетело 3 часа. 3 часа, кроме детей, никто не ощущает. Итак, мы оказались в таком музее раритетов. Здесь уже более современный, но количество дерева тоже поражает. Представьте себе, 300 километров вот такого сплошного леса. Здесь мы оказались еще в одной часовне, и здесь нам представилась такая инсталляция живого сердца. То есть здесь люди могут молиться, а в это время акустический эффект, и вот это сердце, оно как бы бьется и двигается. Ну, одна из инсталляций, напомню, что экскурсия была на польском языке, я не совсем ее понял, но сделана очень красиво. Очень красиво, и с точки зрения дизайна это действительно, это зашло. Но польский язык у меня слабенький, знание языка, да, и экскурсовод был явно уставший и говорил очень быстро, и он понимал, что группа его не понимает. Мы были русские, украинцы, белорусы, а он не понимал наши языки и говорил на польском. Как могли, мы все-таки понимали, о чем идет речь. Сейчас мы находимся в музее соляных кристаллов. Это тоже прикольно. Вы посмотрите, как они красиво смотрятся. Это вещи, которые были здесь найдены, и они кристаллизировались. То есть, лопата, веник, ведро, которые пролежали здесь столетия. А тут нам показывают карту, как выглядят все эти 300 километров и все эти уровни. И вот красным обозначил на то место, которое мы прошли. Тот самый 1% про который я рассказывал. То есть, 1% 300 километров, который мы прошли. Вот это красная точка на карте. Представляете, насколько это мощный большой комплекс. И я понимаю, почему вас всегда сопровождают два гида. Не дай бог, вы отобьетесь от группы и попытаетесь здесь заблудиться. Немного раритета. Очень интересно мне было, как строителю, посмотреть чертежи. Они все в оригинале. И здесь, на этой глубине, здесь все идеально сохраняется. Всевозможные блоки подъемов, механизмы, это все не инсталляция. Это все то, что здесь работало и работает порядка 200 лет. Сохраняется все изумительно в этой среде. Но я вам скажу, мы зашли сюда, если у вас были какие-то заболевания, легочные, там, уэрви или еще что-то, ты чувствуешь, как твой организм выздоравливает. И здесь есть такая возможность остаться в отеле на пару дней с точки зрения излечения. То есть здесь как бы еще санаторий находится внутри и под землей. Ну, если вы отважитесь пожить под землей несколько дней, но это такое тоже, согласитесь, будет очень интересный опыт. А вот так выглядит вся величка. И здесь рассказывают в городе про каждое здание. И вот так выглядело в основном все это здание. Рассказывали, что на 100 гектаров был вырублен весь лес, который был использован в этом шахте. Ну, и таким образом мы дошли до подъема. И уже назад мы поднялись на лифте. Попали мы, конечно же, в магазин, в котором можно было сравнительно недорого купить сувениры и купить соль и лечебную соль и пищевую, какую угодно. Есть единственный минус, то, что посещая велички, как правило, сюда приезжают на один день, экскурсии одного дня, 90% случаев, ты практически не успеваешь посетить сам город. Город тоже интересен, город тоже прекрасен, но кого бы вы из туристов не спросили, вам рассказывают только про соляные копии. А мы, тем не менее, отъехали очень недалеко около Кракова, запарковали свои кемперы и нашли изумительное место парковки для кемперов. Ссылочку оставлю в описании. Там просто необычайный парень, который арендует, ну, сдаёт в аренду места для кемперов. Он нам рассказал, как экскурсовод, всё абсолютно про эту местность. Все детали, нюансы, что можно посетить, что нельзя. Распечатал все туристические маршруты, помог нам разменять деньги. И это настоящая находка, когда ты в путешествии встретил отличного парня, который безвозмездно по душе, доброте душевной помог тебе. И вот наше место, где ссылочка будет в описании, смотрите, насколько ухоженный у него дом, в отличие от соседей. У него идеально теннисная трава посажена, самый лучший, наверное, дизайн в округе, ландшафтный. Это отличное место парковки, которое мы вам рекомендуем, если вы путешествуете на кемпере. А нам пора двигаться дальше. И дальше мы едем в Диснейленд в Польске. Ну, это в следующей серии. Всем пока.